Да, 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 конечно. Все отлично, все отлично. Добрый вечер. Мы с вами, естественно, наше занятие с молитвой, и чтобы нам была помощь слыша в понимании, и чтобы все наши усилия в духовном плане пошли на пользу, на пользу и как бы была защита нашей, и чтобы наша молитва способствовала защите людей, благополучию их, и прекращению ситуации совершенно бессмысленной, которая непонятно кому совершенно уже на руку. Дай Бог, чтобы была защита людям, чтобы все оставались живы и были благополучны. Я со своей стороны, если возможно, я посвящаю занятия своей жене Любоват Михаэль в память о ней в завершении ее души. Мы с вами продолжаем книгу Иискеэля. Еще раз хочу подчеркнуть, что мне представляются занятия о пророках или по пророкам очень важными. Распространяются на протяжении веков самые разные мнения об отношении к земле Израиля, об обязанности жизни в земле Израиля, о том, как должно происходить будущее освобождение, изменение мира. Большинство из этих мнений, они отпадают, когда мы начинаем углубляться в пророков. Мнение о том, что есть какое-то время, когда следует жизнь земле Израиля, есть какое-то время, когда запрещено жизнь земле Израиля, пока не придет Машия. Или мнение о том, что необязательно жизнь земле Израиля. Все эти мнения, они отпадают, когда ты начинаешь углубляться в пророков. Мы видим с вами, что посмотрели с вами в 36 главе, которая рассказывает о цветении земли, что призыв Всевышнего, он постоянный для того, чтобы вернуться на землю Израиля. И если мы не видим открытых чудес, когда земля цветет сама собой, без того, чтобы руки человека прикасались к почве, то это только потому, что в свое время народ не захотел вернуться из Вавилона и не удостоился открытых чудес. Теперь все происходит скрытым чудом. Но происходит. Мы говорили о том, что скрытое чудо, оно происходит таким образом, что на призыв Всевышнего, который звучит постоянно, звучит в душах людей, меняет обстоятельства в мире, откликаются немногие люди. Они приезжают на скрытую землю, начинают обрабатывать ее, возделывать, и возникают условия для того, чтобы мог приехать весь народ, для того, чтобы возникла страна. Это как бы общая картина. Открытое чудо, которое не произошло, и теперь скрытое чудо похоже на открытое чудо. Земля начинает свисти, начинает свисти чудом. Это как бы общая картина. Такую же картину дает и пророк Ижаягу, к изучению которого, я надеюсь, мы перейдем после Ихискеля. Он говорит о постоянно звучащем голосе, приживающем вернуться в Израиль, о том, что народ за пределами Израиля похож, если Ихискель говорит на сухие кости, то Ижаягу говорит о высохшей траве или траве, которая высыхает очень быстро, когда подует ветер. Это общие слова, но сейчас мы с вами постараемся вернуться туда, где мы с вами были. Я только открою текст, который нам нужен. Открою текст, который нам нужен с вами. Секунду. Посмотрим с вами 37 главу, которую мы начали уже изучать. Вот 37 глава. Напомню, что видение, о котором здесь идет речь, оно дано Ихискелю где-то через год после разрушения Иерушалаймы и храма. И в ней картина возвращения народа на свою землю и становления народа на своей земле дается как, скажем, алгорическая картина воскрешения из мертвых. Вместе с тем можно говорить о том, что Ихискель видит буквально, как мертвые кости собираются и превращаются в живых людей. Но в любом, и у мудрецов есть разные мнения о том, что потом произошло с этими людьми, мы можем это с вами обсудить. Но это не имеет большого значения. В любом случае, эта картина реальная или это картина, которая как только пророческое видение, она в любом случае не относится к воскрешению из мертвых конкретно. Всевышний не убеждает пророка, что когда-нибудь будет воскрешение из мертвых и так далее. Речь совершенно не об этом, речь о том, чтобы показать, как народ, который в изгнании полностью утратил свои жизненные силы, он происходит процесс, похожий на воскрешение из мертвых, когда народ собирается на своей земле и восстанавливает страну, восстанавливает государство. Мы, по-моему, с вами здесь говорили как-то о ситуации, о золотой статуе, которая стоит в долине Дура, о том, что кости, которые видят Хискель, он видит их, скажем, статуя стоит в западной части, он видит кости в восточной части долины Дура, как связана ситуация с золотой статуей и видением Хискеля. Мы немножко с вами, по-моему, это обсудили. Мы сейчас с вами возьмем то, что, может быть, мы пропустили, обсудим такой момент. И провел он меня возле них по кругу и по кругу, то есть там он видит сухие кости. И вот много их очень разбросано, потонили, и вот сухие они очень. В Гемале-Сан-Хидрину мудреца обсуждают, что это были там за люди, чьи это кости, чьи это останки были там в долине Дура. Мы сказали как бы однозначно, это защитники Ирушалаема, которых именно в Куднецар пригнал в Вавилон и около столицы Вавилона решил убить их, уничтожить. Вот как это часто, кстати, делали завоеватели, значит, если мы вспомним с вами римские торжественные шествия, триумфы, то во время триумфов убивали пленных, убивали защитников городов. Это произошло, когда Кид устроил триумф после захвата Ирушалаема. Также глава восстания Баргиора был убит в Риме во время этого триумфального шествия, и другие пленники были убиты во время триумфального шествия и сразу после. То есть это как бы не должно вызывать с исторической точки зрения какого-то вопроса. Это обычный поступок правителя, победителя в древнем мире. Но вот мудрецы задаются вопросом, чьи это кости, чьи это останки. Мы сразу можем сказать, что они не говорят о реалиях и о реальных событиях, и не ищут каких-то исторических соотношений. Они говорят о духовной связи с защитниками Ирушалаема, с теми людьми, которые были до них, жили до них, и, возможно, повели себя так же, как они. Одно из мнений в том, что эти кости – это кости сыновей Евраима, которые совершили в свое время исход из Египта раньше времени. Мы понимаем, что это не может быть реальная посылка, потому что мы знаем уже, скажем, из-за годы, если говорить о реалиях, которые рисуют до года, то кости сыновей Евраима были, которые попытались совершить исход из Египта за 30 лет до исхода и потерпели поражение от кананских племен. Есть вариант в Агаде, что их убили египтяне, сами египтяне, есть вариант, что они потерпели поражение от кананских племен. Неважно, их кости были разбросаны вдоль дороги, которую называли дорогой филистинлян, дорогой, которая проходила вдоль моря. И, как мы помним, из главы Бешаллах, Всевышний не повел специально этой дорогой, чтобы сыновья Израиля не увидели эти кости. Значит, кости сыновей Евраима здесь не могут быть в этой долине, никоим образом, а речь идет о связи. Какая связь между защитниками Евраима, духовная связь между защитниками Евраима и сыновьями Евраима. И те, и другие не послушали пророка. Сыновья Евраима жили в Египте. Они сами рассчитали, их руководитель рассчитал, когда должен выйти скот, и, по своему мнению, решил, что настал срок. В то время как в Египте был пророк, по крайней мере, один, в Египте был Аарон, который был признанным пророком, и можно было обратиться к нему и спросить, каково его мнение, каково мнение пророка относительно того, настало ли время исхода. Сыновья Евраима это не сделали, они пошли по собственному убеждению и пренебрегли силой пророчества, которая была у Аарона. Те защитники Рушалаима, которые были убиты около Бабеля, здесь тоже ситуация очень такая проблематичная. Ведь это люди, которые не послушали пророка Еремьяву. Пророк Еремьяву говорил, что восстание против Невогонцаа не будет уметь успеха, если они не исправят свои дела, если они не предпримы хотя бы попытки исправить общество. И то, что следует сделать сыновьям Иуды, по словам Еремьяву, покориться Новокудный цару, который не разрушит, если ему открыть ворота, он не разрушит Рушалаим, не разрушит храм. И, конечно, будет тяжелый период в зависимости от Бабеля, но останется база для возрождения народа. Корень для возрождения народа – это храм Ерушалаим, другие города, население в земле Иуды. Это большое унижение, большая потеря для сыновей Ивраиля, чужая власть, чужая власть этого поклонников, чужой порядок, осквернение имени Всевышнего. Но если пророк говорит, то нужно было идти за пророком. Они не вошли за пророком. И так же, как сыновья Ефраима, приняли пророчество. Но с другой стороны, с другой стороны, понятно, что у этих людей была национальная гордость, желание свободы, желание отстоять Рушалаим и храм и не покориться чужой власти, не покориться идолупоклоннику. И в этом есть положительный момент. То есть люди, не всегда их можно оценить с одной стороны. Два и две стороны или больше, которые характеризуют их. И так же и здесь. Нехорошо, что они не послушали пророка, но это люди, которым была национальная гордость высокого такого уровня, высокого понятия. И мы можем представить себе, что это относится и к Ефраиму, и к защитникам Рушалаима. Есть третье мнение, которое говорит, что это останки Маапелим, тех людей, которые после греха разбитчиков, как вы помните, решили подняться на забывание земли Израиля. Маше говорил им, не поднимайтесь, они все же поднялись. Он предупредил их, что они погибнут, они действительно погибли. И мы тоже видим ту же самую картину. Люди, которые отстаивают достоинства сыновей Израиля, люди, которые как бы очнулись и понимают, что они совершили ошибку и готовы выйти на войну для того, чтобы восстановить достоинство сыновей Израиля, восстановить связь со Всевышним. Но пророк говорит им, не ходите, и они не слушают пророка. То есть мы понимаем с вами здесь Агаду Гемарри, который сразу говорит, что это останки сыновей Ефраима, это останки Маапелим, тех, кто поднялся, тех, кто поднялся на завоевание земли Израиля после греха разведчиков. Мне кажется, что это само по себе важно представить себе Агаду, представить себе речь мудрецов, потому что иногда кажется, о чем они говорят о сыновья Ефраима, когда это было и где они были в совершенно другом месте. Мы понимаем, что речь идет о духовной связи, так же, как и с Мартой Лим, с теми, кто дерзнул подняться на завоевание земли Канан, когда Маше сказал им, «И сказал мне, сын человек, а живут ли кости эти?» И сказал, «Я Бог всесильный, только ты знаешь». Мы с вами здесь говорили, насколько я помню, что Ихискиель, здесь такой скрытый, есть упрек к Всевышнему, потому что многие пророки, они как бы спорили, что Всевышним заступают за народ. Ихискиель здесь говорит, обращаясь к Всевышнему, когда он спрашивает, живут ли кости эти? Он говорит ему, «Ты сделал так, что их привели в Убилон, ты сделал так, что их растоптали колесницами». Когда ты меня спрашиваешь, живут ли эти кости, ты знаешь, если ты хочешь, ты оживляй их. Я как бы в этом не участвую во всем этом. Это слишком большая трагедия, чтобы я мог как-то реагировать на нее, реагировать на видение этих костей. И говорят, что Ихискиель был наказан за это, ибо не удостоился быть похоронен в земле Израиля, был похоронен в Бавеле на берегу реки Прат. И сказал мне пророчество о костях этих, «И скажи им, кости высохшие, слушайте слово Бога». То есть кости высохшие, не видно совершенно никакой остатка какой-то жизненной силы. И так сказал Бог все сильные костям эти, вот я приношу в вас дух и оживете. Дух появится в конце. Он как цель, и поэтому здесь говорится изначально. «И дам вам жилы, и одену вас плотью, и покою вас кожей, и вложу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Бог». И пророчествовал я, как мне было вельно, и послушался звук, когда я пророчествовал, и вот шум сблизились, кости, кость, кости ее. То есть кости складываются в скелеты, мы можем представить себе эту страшную картину, когда звучат стук пустых костей, лишенных какой-нибудь жизненной силы, совершенно иссокшие, пустые кости, они стучат, собираются в скелеты, и каждый кость находит свое место. И вот пророк это все видит и слышит. «Видел я, и вот на них жилы, и плотью оделись они, сначала и плотью оделись, они сверху покрылись кожей, но духа нет в них». Нужно сказать, что это видение, хотя он стоит в долине Дура, это видение рассказывает о восстановлении народа в земле Израиля, никакого восстановления за пределами земли Израиля пророк не предполагает. То есть это видение воскрешения из мертвых в восстановлении народа в земле Израиля. И вот здесь говорится о формировании каких-то предварительных структур, которые впоследствии помогут создать государство. Кости собираются, однако, одно они еще таким образом отдельные люди или общины, они приезжают в землю Израиля, у них еще нету никаких жизненных сил, у них нету и понимания тех задач, которые стоят перед народом, у них нету каких-то инструментов или большого желания привести за собой весь народ и создать государство. И в этом плане они продолжают быть похожи на сухие кости. В них нет еще жизненных сил, которые указывали бы на то, хотя бы указывали на то, что народ может восстановиться на святой земле. Они продолжают быть похожими на тех, кем они были в изгнании. Но между тем формируются какие-то изначальные структуры. Кость приближается, кости, разные общины, люди разного происхождения, из разных стран, из разных языков, с разными языками, они все-таки находят какую-то общность и начинает формироваться изначальная структура. Потом появляются жилы, появляется то, что их еще больше объединяет. Появляются руководители живые на еврейце, гид, а гид это говорит, появляются руководители, появляются люди, которые начинают нести понемногу учение, связанное с землей Израиля. И слово гид, рассказ, общая идея начинает понемногу связывать людей, оказавшихся на земле Израиля. И потом они покрываются плотью, появляется возможность физическое что-то делать, обрабатывать обрабатывать землю, защищать себя. То есть есть какая-то плоть, то есть реалии, которые начинают, которые свидетельствуют о каком-то изначальном, самом начальном формировании народа, появлении у него каких-то возможностей добиться успеха на физическом уровне. Здесь можно вспомнить ведра Шохартов на Таилим 42, который говорит так. Сначала спасение раскрывается по чуть-чуть, потом мгновенно разрывает темноту и его свет заполняет все вокруг. то есть спасение или возвращение или формирование народа на Святой Земле, оно происходит постепенно, похоже на восход солнца, который сначала чуть-чуть брежет, а потом разрывает темноту. Эта фраза, кстати говоря, из Шохартов, из метража Шохартов, она была как девиз многих религиозных людей, многих переселенцев, которые оказывались в трудных условиях на земле Израиля. Они говорили друг другу словами этого метража, что все начинается с малого, и спасение, оно придет неожиданно, наш труд не пропадет, он вдруг, он преобразуется или на основе нашего труда взойдет солнце, то есть новое время начнется для всего народа. И сказал мне пророчество, и обратившись к духу, пророчество, и сын человека, и скажи духу, так сказал Бог, все сильные четырех концов земли, приди дух, и войди в убитых этих, и оживу. Есть несколько уровней духа, несколько уровней, несколько ступеней возвращения духовности. Прежде всего мы можем с вами отметить, что процесс, который описывает Ехискель, это процесс постепенного восстановления и сначала физически, и только потом духовный. Как в этом плане воскрешения из мертвых, здесь можно сравнить с рождением ребенка. Если только здесь сначала формируются кости, потом формируются какие-то структуры, и эти структуры становятся сосудом, который могут воспринять дух, то при рождении ребенка мы тоже понимаем, что для того, чтобы ребенок начал что-то понимать, он должен вырасти, подрасти, и у него должно и сформироваться тело более-менее взрослого человека, и у должен сформироваться мозг для того, чтобы он что-то начал понимать. Это процесс, который невозможно избежать. Сначала материальные структуры, потом начинает появляться духовность, и духовность тоже есть в своей стадии, может быть, как у ребенка, сначала одно, потом осознание более высоких материй. Поэтому всегда бывает очень странный разговор, который ты слышишь, комментарии, разговор, что вот слишком рано приезжать в землю Израиля, потому что там много людей, много людей бездуховных, и вообще общество, оно не сформировалось, не сложилось, общество бездуховное, как оно сформируется, общество, если вы не приедете, если вы не привозите для этого усилия, для того, чтобы оно сформировалось и физически, для того, чтобы оно могло защищать себя, и для того, чтобы в этом обществе была духовность. То есть вы хотите приехать на все готовое, ну, пожалуйста, я не думаю, что это когда-нибудь удастся. Люди, которые хотят приехать на все готовое, они обычно никогда не приезжают. Но тем более, если речь идет о духовном пласте, еще раз, духовность приходит позже формирования материальных структур, и она приходит постепенно. Если материальные структуры формируются постепенно, то духовность тоже приходит постепенно. Теперь мы можем представить себе, о чем здесь идет с четырех концов земли, тригий дух, почему дух должен прийти с четырех концов земли. Пророк его призывает или как бы призывает. Это можно себе как-то представить, что начинается новое время, новые процессы. Но почему дух должен прийти не от Всевышнего непосредственно, он приходит с четырех концов земли. Приходит тот дух, который был у сыновей Израиля в изгнании. Он там не мог проявиться, он поддерживал их существование так или иначе, как говорят, на медленном огне. Но он не мог проявиться, он не мог ничего сделать и ничего не мог создать нового. как говорит Ишаягу, как мы с вами узнали, народ за пределами земли Израиля похож на низкоростую траву, которая высыхает раньше, чем она успевает дать какой-то цветок. ничего постоянного создать невозможно. Есть хорошие дела, есть заповеди, есть все и так далее, но это все по сравнению с великой духовностью, по сравнению с задачами, которые стоят перед сыновьями Израиля, это как низкоростая трава, которая очень быстро высыхает. Таков народ в изгнании. А здесь Всевышний говорит, что тот дух, который сохранили в изгнании, но который не смог проявиться, не мог дать ничего, вот он теперь пусть придет и пусть вернется, и здесь он станет настоящей живительной силой для тех, кто возвращает в землю Израиля. Но то, что можно сказать, конечно, как в земле Израиля все приобретает новые силы, можно сказать, приобретает нескольной вид, так и дух, который возвращается из сознания, он должен обрести новые силы и новый характер на земле Израиля. Иногда ты видишь, как люди общины, возвращаясь из изгнания, параллельным переносом переносят то, что было в изгнании, свои обычаи, свои привычки, свой образ жизни, все, как было в изгнании, они переносят на землю Израиля, и также изучение Торы, принципы изучения Торы, все это отношения между людьми, все это переносится параллельным переносом. И это естественно происходит, потому что всегда есть повода выбора, но ожидается от людей совсем другое, ожидается, что с возвращением на землю Израиля приходит дух, приходит та сила, которая сохранилась за пределами земли Израиля, но все требует пересмысления, все требует новых сосудов, новых форм для того, чтобы началось новое время, оно обязательно должно начаться, невозможно подтаться на одном месте. И это относится ко многому, и относится и к отношению между людьми, и к принципам торговли, ведения дел. Но прежде всего я сказал, это относится к окружающей среде, отношение к государству, к государственным структурам. Если за пределами земли Израиля, естественно, государственные структуры, они представляли все чужими, им нужно было противостоять, и над ними смеялись, то же самое параллельным переносом переносится сюда в Израиль, и это совершенно неправильно, потому что здесь государственные структуры, какие бы они ни были, какими недостатками они ни обладали, они являются сосудом для начала раскрытия божественного присутствия великого духа на земле Израиля. Их можно критиковать и так, и ся, но нельзя к ним относиться так же, как к беззнанию в Галуте. Здесь необходимо поддерживать страну, необходимо поддерживать ее структуры, и страна держится на самоотверженном труде и на самоотверженной самоодначе многих и многих людей, будь то общественной организации, будь то служба в армии, то есть есть люди, которые меняют свое отношение, они понимают, что общность здесь, в земле Израиля, это нечто другое, чем государство, государственная структура и отношение с государством за пределами земли Израиля. И вот еще раз как бы возвращаясь как и правооческой картине, дух приходит с четырех кольцов земли. Это дух, который сохранился в изгнании, дух, который был прижат, прибит к земле, он не мог раскрыться и не мог действовать в полную силу, есть много в нем элементов, которые, так сказать, покрылись налетом нечистоты и требует исправления, очищения и очищения. Этот дух, об этом духе говорит священник пророчества, он придет к концу земли, он соберется здесь, он войдет в землю Израиля, он войдет в эти сухие кости, в тот народ, который начинает оживать. и пророчествовал я, как он повелел мне, и вошел в них дух, и ожили, и встали на ноги свои, воинство великое отчество. И сказал мне сын человека, кости эти, они весь дом Израиля, вот, говорят, они, и сохли кости наши, и пропала надежда наша, обречены мы на гибель. Поэтому пророчествуй скажи им, так сказал Бог всесильный, вот, открою я могилы ваши, и подниму вас из могил ваших, народ мой, и приведу вас на землю Израиля. Я прочитал несколько предложений для того, чтобы добраться до слов народ мой. Всевышний обращается через пророка к своему народу. Что такое слой народ? Это люди, которые не ушли от народа, которые не ассимилировались, большинство из них остаются привязаны к Тории, соблюдают заповеди, о них идет речь. Не о тех, кто ушел от народа и отставил его. Может быть, они тоже как-то проснутся и поднимутся, но обращение прежде всего к тем, о ком Всевышний может сказать народ мой. Народ мой, потому что они сами считают себя народом, народом Бога. Это люди, которые считают себя народом Бога. Прежде всего речь идет о них. И что же они говорят? Они говорят «Права, надежда наша, обречены мы на гибель». То есть речь идет о том, что люди утратили всякую надежду на возвращение. и они готовы жить в знании, оставаться в знании, продолжают соблюдать заповеди, считать себя народом Бога, но они говорят «Пропала надежда наша». Что значит «Пропала надежда наша?» А мы ничего не можем сделать. Мы видим эту мощь царства, государства, так же, как сыновья Израиля увидели эту золотую статую в Вавилоне и решили, что власть нового комиссара будет вечной. Так же они видят силы народов, силы той страны, в которой они живут. Они говорят «Мы ничего не можем сделать». «Пропала надежда наша в том плане, что мы не можем совершить первый шаг, ничего не можем предпринять для того, что первым народом». Вот если Всевышний перенесет нас на крыльях орла, так мы не будем возражать против этого, не будем сопротивляться. Но сами мы ничего не можем сделать. В этом плане пропала надежда наша. Эти строки, кости эти, они весь дом Израиля. Они говорят о том, что подавляющее большинство людей, которые остались опять же домом Израиля, у них вот такое настроение, что мы ничего не можем сделать. И эти слова, они еще раз доказывают, что речь не идет о картине воскрешения из мертвых, а речь идет о воскрешении из мертвых, о карлегории, указывающей на возрождение народа на своей земле гости, и весь дом Израиля. Мы с вами помним, что в гимне Израиля говорится «Одло обдать и квотей, но еще не пропала надежда наша». Это как бы ответ Иискеелю, что вот мы возвращаемся в землю Израиля, и у нас есть надежда, ты говорил или через тебя говорил Всевышний, что пропала надежда, мы говорим «Одло обдать и квотей, но еще не пропала надежда наша». Это красивый стих, красивый поэтический такой ответ пророку, но мы с вами представляем, что то, о чем мы говорили, здесь нужно подчеркивать прямую аналогию, что это очень напоминает состояние еврейского народа на протяжении на протяжении многих лет, или на протяжении всего изгнания, когда подавляющее большинство считало, что ничего невозможно сделать для того, чтобы вернуться в землю Израиля, и только единицы, единицы людей, которые скажут, что ничего нельзя сделать для того, чтобы вернуться из знаний, только единицы людей. И невзирая на время, они пытаются использовать каждый шанс для того, чтобы не только помочь вернуться на яму Израиля, для того, чтобы создать государство. В качестве примера мы можем с вами вспомнить Дону Грацию, это 16 век, которая занимает высокое положение при Султане, в Турции, можно сказать, и она пытается выкупить всю землю Израиля для того, чтобы создать страну, и у нее не получается, она выкупает только город Сфат, и она привозит туда мудрецов Торы, немногих мудрецов Торы, которые видят происходящее начало нового времени и мечтают о том, чтобы сыновья Израиля собрались на земле Израиля. Я для чего это говорю? Для того, чтобы сказать, что кости эти, они весь дом Израиля, если если бы не оставалось совсем ни одного человека, который бы верил в то, что возвращение из изгнания возможно в любой момент, в любой момент, то никогда бы этого возвращения не произошло. Всегда остаются единицы, которые выпадают из этого правила и как бы на них вся надежда. Это одно. А второе, нету никакого определенного времени, когда можно сказать, о, пришел срок. До этого не было, до этого срок не исполнился, но час пришел срок. Нету никакого такого времени возвращения из изгнания возможно всегда. Иногда бывает, как это всегда бывает в жизни, бывает возможность складываться обстоятельства, чтобы народ мог вернуться из изгнания. Иногда обстоятельства наоборот затрудняют возвращение, но сказать, что есть какое-то время, когда вот сейчас настал строк, а раньше не было, этого нету, это понятие отсутствует в Галахе, и это понятие отсутствует в пророках. И мы возвращаемся к тексту, кости эти, они весь дом Израиля, вот говорят, они сохли кости наши, пропала надежда наша, кости наши сохли, нету никакой у нас возможности для того, чтобы начать процесс возвращения. И надежда наша пропала, обречены мы на гибель, обречены на гибель в изгнании. Изгнание и знание в любом случае, как бы пророк ему относится так, что это гибель, это место гибели. Теперь говорит Всевышний в ответ Дому Израиля, поэтому пророчество и скажи им так, им так сказал Бог всесильный, вот, а кто я в могиле вашей, и подниму вас из могил ваших, народ мой, и приведу вас на землю Израиля. Прежде всего, прежде всего реалии. Эти кости разбросаны по долине, и они не в могилах, они лежат для устрашения всех врагов Новокудмицара, лежат около дороги, которая проходит от Бавеля столицы, идет на восток, важная дорога, там даже стоит крепость, которая охраняет эту дорогу, это долина дура, 8 километров всего от Бавеля, конечно, эти кости не будут там лежать постоянно, он Новокудмицара еще немного он велит засыпать их камнями, землей, камнями, и тогда те, кто слушают Ихискеля и те, кто не очень согласен с ним, они могут сказать, ну вот, скажем, пророчество Ихискеля не избудется, потому что вот он знак свыше кости эти взяли и засыпали, так что он совершенно напрасно пророчествует о том, что изгнание может закончиться в любой момент и произойдет воскрешение народа на его земле, вот взяли и засыпали эти кости, поэтому Всевышний говорит так, что вот открою я могилы ваши, даже если эти кости будут засыпаны, которые являются образом всего дома Израиля, я открою могилы ваши и подниму вас из могил ваших народ мой и приведу вас на землю Израиля. Это мы сказали о реале, теперь образ, что значит могилы ваши, могилы ваши это места проживания за пределами земли Израиля, там нету жизненной силы, как говорится в Ктубот на 111 листе, что нету тот, кто живет за пределами земли Израиля, у него как будто нету Бога, нету живого ощущения Бога, нету живых сил, понятно, что эти слова очень резкие, но тем не менее эти слова пророка звучат, я открываю могилы ваши, могилы ваших городов, которые живут за пределами земли Израиля. Что значит, что открываю могилы ваши, я создам вам условие, что вы можете встать, подняться и вернуться на землю Израиля. Я приведу вас на землю Израиля. Мы знаем, что и много раз с вами уже видели, что все пророчества, они не исключают свободу выбора. Что значит, я приведу вас на землю Израиля. Против вашей воли я не смогу, как бы, не смогу, как бы, говорит Сыбышний, взять вас и привезти в землю Израиля. Всегда остается свобода выбора за вами. Но я создам все условия, я открою могилы ваши, вот подниметесь вы на ноги и пойдете ли, это вопрос. Я приведу вас на землю Израиля, если вы захотите, создам все условия для того, чтобы привезти на землю Израиля. И будете знать, что я Бог, когда открою я могилы ваши и подниму вас из могил ваших народ мой. Я открою могилы ваши, я создам неожиданно такие условия, когда вы сможете выйти из своих городов, из своих мест проживания. Будете знать, что я Бог, Вы не сможете это отрицать. Опять же, непонятно, пойдете вы или нет. И вдохнул вас дух мой и оживете. Те, кто придет в землю Израиля, я вдохну в них дух мой. Не тот дух, который собрался с четырех концов, а дух совершенно новый, дух, который исходит от Всевышнего. нечто новое, новое время, новая духовность, движение вперед для сыновей Израиля и для всего мира. И приведу вас в землю вашу, и будете знать, что я Бог сказал, я сделаю Слово Бога. То есть, то, что Всевышний обещал, самое главное, что из пророчеств, он придет на землю Израиля. Из этого будете знать, что я Бог. Часто говорят кинутаторы, что значит я Бог. Я сказал, я исполняю, и ничто не может удержать меня от исполнения моего обещания. И опять же хочется подчеркнуть, что сначала структуры материальные, сначала дух, как бы, дух более, скажем, низкого уровня, который приходит из изгнания и начинает здесь сформироваться, а потом дух великий. Дух великий приходит в конце. Вот потом, опять же, поэтому все разговоры о том, что, ну, вот, когда здесь все сформировано, когда здесь будет правительство религиозное и так далее, и всякие прочие вещи, они совершенно, они совершенно, эти все разговоры бессмысленны, бессмысленны, потому что дух приходит в конце. сначала должен собраться народ, приложить усилия, использовать, возвысить те потенциалы, которые у него были в изгнании, которые не могли раскрыться, принести их сюда, возвысить их, и тогда будет высокий дух Всевышнего, который преобразует и землю Израиля, и преобразует весь мир. Вот на этом, как бы, картина воскрешение из марта кончается, я хочу с вами перейти с вашего разрешения к вопросам, сейчас я закрою, вот я вижу вас всех, или, по крайней мере, ваши имена, пожалуйста, если что-то хочется спросить, то я к вашим услугам. Я постарался не очень сильно повторять то, что мы с вами уже посмотрели, дать какую-то новую информацию, но хорошо, ладно, если нету вопросов, я смотрю смотрю чат, в чате тоже нету вопросов, но хорошо, ладно, я все-таки надеюсь, что у нас все это идет на пользу, и мы с вами куда-то движемся, я додать с вашего разрешения тогда закрою запись, хорошо, и уже жду следующей встречи с вами. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что... это... Продолжение следует...